Чем отличается дешевая поделка от дорогой? Каблук этой туфли и напоминает он сильно переключатель, рычаг коробки передач. Вот бабушки в городе Заречном на лавках сидят именно в таких вот. Мы можем отличить вот такую стилизацию от вот такой. Есть застиранные цвета, они выглядят дешевле, вот видите вот. Вот это я понимаю, вот это стиль, вот это мода. Смотри, Юль, чем отличается дешевая поделка от дорогой? Дорогая поделка все скопирует. Дешевая поделка, она не имеет права как будто бы копировать, да, но она возьмет какие-то детали, но так миссуразно, что получается, вроде бы хотели выпендриться, но не получилось. Вот, поэтому, конечно, кольцо в носу и вот эти вот клепки-недоклепки и какие-то недостразы по периметру, это все выдает сразу дешманскую вещичку. Но мы сегодня говорим не о дешевой обуви, потому что и дорогая обувь тоже может быть неактуальной. Мы говорим о фасонах, о цветах, о фактурах и о деталях, которые делают обувь неактуальной. Давайте начнем с кет-кроссовочек, ну, макосин, я не знаю, здесь как-то все в одном, но сразу скажу, ну, какие детали стоит обращать внимание. Во-первых, кто старше 35 лет, ну, как я, например, помнит вот этот фасон. Называется сникерс, вот сникерс, видите, наверняка и носили. Я лично носила такие синие, они были очень модные в 2012 году. Сейчас эта мода возвращается, но современные сникерсы выглядят вот так. Вот я сейчас на фото покажу, это то, что мы с вами будем носить в ближайшее время, скорее всего, ближайшей весной, потому что эта весна уже, ну, все, мы не успеваем. Значит, сникерсы, когда в них прям такая вот совсем ретро-история, мы их не будем выбирать. Вот этот подъем такой и дальше большое количество фактур и деталей. Тут какая-то русалка, видите, вот здесь русалка, здесь кожа, здесь подспорт, здесь резинка. Много очень всего молочной подошвы, то есть перегруз деталей. В черном цвете еще больше перегруз, ну, просто огромное количество вставок фактур. Все здесь сразу. И вот как вычислить безвкусную обувь, когда в ней сконцентрированы сразу все 25 декоративных элементов. Это вот может смело обратно класть на полочку. Следующий момент – это перфорация. Ну, лично у меня подобные макосишки ассоциируются с бабушками. Вот бабушки в городе Заречном на лавках сидят именно в таких, вот Пензенскую область. Но я думаю, что в других городах Заречных тоже в таких же бабушке сидят. И всякого рода перфорация такая. Потом, не дай боже, в цветочек какой-нибудь. Вот видите, это все выдает старушечью обувь. И сразу, пожалуйста, я знаю, что они удобные. Многие скажут, что они просто дышат, так приятно подышать через них. Но нет, ребята, нога-то ваша дышит, но перфорация модная выглядит вот так. Сейчас на экране появятся фотографии, я их обязательно отберу. Дальше. Если вы думаете, перфорации нет, но есть вот такого рода, ну типа закос под какой-нибудь этнический стиль, лыком прям шито, как будто, видите, лыком шито, то никакая шнуровка, особенно резиновым шнурком, девчонки, внимание, резиновый шнурок, это вот, который вот так тянется, вот, иметь такой резиновый, не спасут. Вообще резиновый шнурок выглядит неактуально. На крайняк уже обращайте внимание, ну на такие вот шнурки, ну просто хлопковые базовые шнурки. Не нужно резиновых, никаких шнурков и лишних вставок. Блестящая обувь актуальна. Но если хотите серебристые кроссовки, пусть они будут целиком серебристые, без вот этих вот вставок и серебрянок. А еще дешевые обувь реально выдают вот всякие такие вот надписи типа Татакарди, понимаете, кто это, что за человек Татакарди какой-то, что за мужик или это женщина, непонятно. В общем, все это странно, лишние надписи, которые что-то там символизируют, а еще не дай бог копии там Гуччи написано, мяу-мяу, миу-миу, мин-мин. Сейчас все только не пишут, лишь бы вот туда, в эту сторону как-то скатиться брендов. Не надо, не надо, не провоцируйте себя и других. Вот мы недавно показывали стразеныши на джинсе в иконике, ну вот так они выглядят. И вот еще одна вариация стразенышей, ну я не знаю, ну как будто это очевидные вещи, я такая капитан очевидность вам говорю, но кто-то скажет, о, блин, спасибо, выкину, ношу их 15 лет, ну ладно, выкину, по-любому такие будут. Давайте про кроссовки еще скажу такой момент. Значит, сейчас в моде минималистичные кроссовки очень спокойные, не вот эти агли огромные там, не какие-то с наворотами, а вот так выглядят простые кроссовочки. Еще в моде конверсы, они вообще не выходили никогда из моды, они там и остаются, это стало уже базой. И еще можете обратить внимание вот на такие вот классические советские кеды, тоже хороши, единственный их минус в том, что очень плоская подошва, я бы тут купила бы стелеку со ступинатором, это я ступила. Ступила? Ступила, поэтому сказала ступинатор, конечно, ступинатор, господи, от слова суп, даже проверочное слово суп, иначе, ну нога взводит просто, не носите, пожалуйста, обувь на плоской подошве, вот такой ровный, блин, как асфальт. Ну, принта на кроссовках, смотрите, вот это дурацкий принт на кроссовках, а вот это кастомизация кроссовок, вот это выглядит тешево, а вот это круто. Кастомизация кроссовок очень хорошая штука, есть люди, которые этим занимаются. Найдете, обратитесь, вот так можно стилизовать любой нейтральный белый кед, кроссовок выглядит роскошно, а вот это, это ни о чем, это никак не отражает ваш внутренний мир, просто какие-то сердечки. Кто-то еще на 23 февраля, наверное, такое подарил кому-нибудь, но надеюсь, что нет. Потому что это, конечно, разрыв отношений. Ой, а там еще, смотри, Олег Попов прям стиль, давай, три шага назад, раз, два, три, четыре, пять, шесть шагов, и покажем вот это. Смотрите, это тоже вот для того, чтобы различать модные кроссовки, и ужас, нужно иметь насмотренность, когда мы с вами видим крутые кроссовки в каких-нибудь актуальных социальных сетях, которые отражают обычно, ну, классные кроссовки, то мы понимаем, что вот, допустим, цветные кроссовки, ок, это самовыражение, это творчество, это предмет стилизации, он круто выглядит вот в этих вот стилистических направлениях, они классные, инфантильные, веселые, я ничего против не имею. Но мы можем отличить вот такую стилизацию от вот такой. Вот это, вот это, это подобие, жалкое. Вот такой стилизации, да простят меня тетокарди, извини, все, пожалуйста. Я практически не хожу по магазинам одежды, времени у меня на это совершенно нет. Своим домашним выбираю все на озон. Для меня это самый удобный маркетплейс, где есть абсолютно все. От техники наших любимых ппшных десертов без сахара до новой коллекции любимых брендов, которые, кстати, на озон можно купить со скидкой. На днях обновили златий гардероб, собрали модные образы, выбирали вместе. Курьер на следующий же день доставил нам посылку в деревеньку. Этот парень нам, как родной, уже доставляют по нашему району. Выбрали образы мы со златой на мой и ее вкус. Несложно догадаться, какие наряды именно она выбрала. Но у нас так, в экстремально модных штанах можно ходить только если носишь пятерки из школы. Так что стимул есть. А еще есть удобный возврат, если что-то не подошло. Все ссылочки и подробности в описании к видео. Ну и как бы... Нужно что-то комментировать вот здесь? Нужно вот эти мексиканские тушкан. А-а-а, а я думала шава. Сейчас кто-то скажет, ну как же балеткор, балеткор. Ну такие чешки тоже нет. Я вот даже расстроилась бы, если бы у меня такие чешки были на танцах в средней школе. Как? Кто это покупает? Вот эта история с полоской посередине тоже уже не актуальна. Она просто вот везде во всех дешевых магазинах вот эта вот полоска была. Еще опять же какой-то непонятной надписью, что означает my life, my rules. Блин, ну банальщина. Моя жизнь, мое правило. Ребята, девчата, вот в такую полоску ничего не берем. Все, хватит, уже наносились. Опять же к вопросу кастомизации. Когда мы с вами смотрим на кед, допустим, вот мы смотрим и думаем, ну вот зачем здесь бабочка? Это что за настроение? Это прям мода из Турции в России 90-х. Это вот какая-то такая бабочки, цветочки. Вот если вам хочется кеды классные, ну возьмите просто вот такие, вот просто по джинсу. И все, тут просто хотя бы сложно ошибиться. Вот это не ошибешься. Возьмешь, ничего лишнего, очень похоже на кеды, например, ну кого, ну волка из Ну погоди. Вот это нормальные, это я понимаю, вот это стиль, вот это мода. А когда напехано всего сразу, пожалуйста вам, и змея, и леопард, и пестрые шнурочки, и здесь чешуя, русалчи или рыбьи, там я не знаю, красный цвет. Но тоже это выглядит жалким подобием действительно красивых, навороченных брендовых кроссовок. Но мы уже с вами понимаем, что это не дотягивает по исполнению как минимум. И опять же, в стилизации сочетание фактур, объемов, принтов в одном чем-то, это сложное. Самое сложное, level up просто, это уровень, бог в стилизации, в стилистике, в дизайне. И копировать такие вещи нужно либо один в один, либо реплику вообще не делать, потому что она выглядит нелепо. Пробежимся по лоферам теперь, потому что лоферы актуальны, но тут вопрос опять же. Вот давайте возьмем какие-то базовые найдем здесь лоферы. Можно по идее вот эти лоферы даже рассмотреть в качестве каких-то классных. Но вот эта округлая форма, либо острая, либо квадратная, но вот эта чересчур округлая форма уже не актуальна. Как и вот эта классическая история с уже замученной вдоль и поперек вот здесь металлической цепочкой. Ну, уже это не катит. Смотрите, было бы сносно, если бы нос был квадратный, классный. Или наоборот острый, тогда было бы интересно. Потом, вот эти вот, кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки, элегантный сама от меня без ума, это Мэри Поппин стиль. Он тоже, девчонки, придает нам архаичности немножко. И возвращает нас в те самые времена, когда нужно было носить кепчик и бантик вот здесь вот с платьем. Ну, не актуальны эти вещи тоже плюс 10 лет к вашему образу сразу добавляют. А обувь, между прочим, очень здорово выдает возраст. И даже если она не старая, не поношенная, а новая, как, например, такая, такая, я не знаю, тем более вот такая еще и в этих каких-то цветах не актуальных, то это сразу все. Прям вот видно, что вы ни хрена не разбираетесь в моде. Потому что, смотрите, эта вещь еще привлекает к себе внимание. Мало того, что она лакирована, еще и бордо. То есть у вас там внизу будет активный акцент. И когда он неактуальной формы, сразу все понятно, очень сильно бросается в глаза. Будем смотреть с вами на форму каблука и форму носка. Вот здесь углы поострее быть должны. И вот здесь, например, сейчас актуально скошенные немного каблуки, они все так же устойчивые. Все так же удобно на них ходить. Я пробовала, даже не пытайтесь меня переубедить, что это неудобно. Стопе, удобно, все продумано. Просто каблук не настолько очевидный, понимаете? А немножко под углом. Обращайте внимание на формы геометрические, чтобы они были интересны. Например, вот так может лофер современно выглядеть. Вот так круто будет выглядеть. А вот это вот уже, опять же, из прошлого, сильно из прошлого. Дальше смотрите, всякие окантовки и надписи по краю. Видите, вот это все. Energy saving made. I'm not lazy. I'm just on energy. Ну, нахрена? Ну, кто это будет разглядывать? Что это такое? К чему эта отсылка? Я не понимаю, зачем здесь и надписи металлическая вставка. А! Плюс еще, вот. Мало того, что кажется она металлическая, когда ты берешь его, так оказывает, что это обман зрения. Это еще хуже, потому что видно, что прям удешевили по максимуму. Вот я вам бантики уже показывала. И вот всякие украшательства, типа таких бантов, стерозионышей вот здесь. Или, не дай бог, цветных вот таких вот шнурков. Но это не украшает изделие. Мало того, что оно и так неактуальной формы. Да еще и с большим количеством неактуальных аксессуаров сверху, навьюченных по-самуне балуйся. Так, дальше что? Опять же, вот лакированные носы могут быть актуальны, но опять здесь важна форма. Вот иногда бывает вроде с натяжкой форма, но зачем надо было делать вот эти вот детали, скажите мне, со стразами. Ну вот к чему, вот зачем это нужно? Кому? Кто вас спросил? Так, взять и испортить обувь. Что же дизайнеры? Куда вы смотрите? Очень актуальны сейчас всякого рода ремешки. Вот они как с зимы пошли, меу-меу, как эти сапоги свои придумали. Дальше пошло, все перебросилось на ботинки. И если бы здесь была чуть-чуть иная форма носа, то сама по себе модель с вот такими вот ремешками была бы актуальна. Но иногда мне кажется, что это турецкие дизайнеры, я не знаю, где это сделано. Скорее всего в Турции, потому что тоже берка турецкая была. Такое ощущение, что они так посмотрели, посмотрели, что маловато. Что-то еще. Как-то скучно. Взяли с трозенышей, напихали, все. Ну и что? Сделали из конфетки антипод совершенный. Так, ну и актуально, конечно, цветная подошва актуальна. Выглядит это красиво, выглядит это стильно. Но здесь вопрос сочетания цветов, почему этот яичный цвет, непонятно. И второй у меня вопрос, зачем тут тексты вот? Токкарди, это что, такая прям супер, супер бренд, все хотят носить, что вы пишете свое имя на шнурках и еще что-то вот здесь. My life, my rules, добитая уже, да нельзя просто фраза, уже ленивый, только ее не использовал в своем дизайне. Дорогие покупатели билетов в наш прекрасный музей неактуальных туфель, я рада приветствовать вас. И вот эту замечательную указочку я буду показывать вам, самые отвратительные экспонаты, которые у нас здесь представлены. Значит, экспонат номер один, обращу ваше внимание, испорченная натуральная кожа, потому что здесь воткнут для чего-то цветокс. Обратите внимание, вот такой цветокс, воткнут в каблук этой туфли и напоминает он сильно переключатель, рычаг коробки передач на той шестерке, на которой ездил когда-то батя моей одноклассницы. Вот мы садились, это была самая модная шестерка на районе, и вот примерно вот такой наконечник, набалдашник был на коробке передач, на переключателе. Значит, что хорошо, цвет ок, натуральная кожа ок, даже форма носа хороша. Ну все нормально с этой туфлей, ну зачем вот сюда, вот зачем вот это делать, скажите. С чем вот это комбинировать, вот с чем вот это комбинировать, скажите мне, пожалуйста. Вы скажете, Ксюш, ну все джинсы могут схавать, а что бы нет, с джинсами все прокатывает, но, ну это же, ну, дергается глаз, как и от соседнего экземпляра, который у нас торжественно украшен какой-то пряжкой. Это пряжка с ремня очень патриотичных людей. И вот и буковка П как раз тут нарисована. Ну, нужно что-то комментировать. Вот балеточки неплохие, да, тоже. Даже форма неплохая, не хватает супинатора, супинатора не хватает. Есть даже микроскопический каблучок, кстати, обращайте внимание на каблучок в балетку, он все-таки должен быть, чтобы маломальский подъем был, да. Это натуральная кожа, это ок, вот здесь вот нарисовано. Но зачем вот эти бабочки-цветочки и лютики-цветочки у меня в садочке, для чего это нужно, для чего? Закос под гуччи тоже уже не прокатывает, потому что эта коллекция очень давнишняя, сильно прям давнишняя. Ну, современные подобные коллекции уже прям с четкими квадратными носами стилизация, но здесь все так. Дальше, это у нас под Кристиан Диор, видите, под Кристиан Диор стилизация. Ну, кстати, вот эту историю я бы могла даже еще и принять, ну, с какой-нибудь юбкой-пачкой, с акцентом на талии, там, допустим, ну, можно дотянуть. Или какое-то платье мини, например, красивое, с худыми длинными ногами, можно дотянуть. Но, а вот это уже интерпретация, ну, другое дело, другое не супер дело, я бы так сказала. Вот это нет. И отличаете, почему нет, да? Понятно, почему нет. Ну, потому что это уже перебор со стразами и прочей красотой. Обратите внимание на эту стенку. Значит, есть красивая форма носа, есть вот красивый цвет, очень современный барби такой, да, барби-кор, то, что сейчас актуально. Но очень бы хотелось каблучок нестандартный классический, потому что, ну, да, это база, это классика, окей, тяжело на нем жить, ходить на нем тяжело. Но вот при такой легкости туфли, если был какой-нибудь классный, например, треугольный, какой-то прикольный в виде пирамиды, каблук было бы гораздо интереснее. И пусть он был бы еще сантиметра на два ниже, вы бы еще и ходить в этом смогли. И это все классическая базовая обувь. И если вот здесь хотя бы интересный цвет, то тут просто скукотичек. О каблучках поговорим с вами, потому что про них отдельный разговор. Каблуки, это, конечно, прикольная штука, если они являются акцентом или сами по себе интересные формы. Вот, кстати, то, о чем я говорила, да, сейчас. Вот более-менее нормальная форма туфли и вот сзади каблучок. Если бы не вот этот дешевый желтый цвет, был бы, например, белый металл, был бы, наверное, лучше. Ну, здесь как-то желтый, слишком желтый золотой, слишком желтое золото могло бы быть подороже. Но так как это недорогая коллекция, всего лишь за 2000 рублей, то, ну, наверное, вот такой вот. Понимаете, про что я? Нестандартной формы каблук. Вот такой каблук, например, тоже, да, без лишних вот всяких украшателей, типа вот таких вот, как тут, например. Это вот тоже не особо нам нужно. Дальше, вот такой вот формы каблук. Тоже скошенные каблуки, очень актуально смотрится, красиво. Вот, и против, к примеру, ну, вот такого каблука. Ну, это, ну, это что? Это зачем? Это что мы хотели этим сказать? Ну, короче, это нет. Ну, это нет, девчонки. Ну, это перебор реально. То есть, даже если в вашем образе ничего нету красивого такого, как вот это, то можно же хоть немножко добавить. Нет? Не надо. Ну, вот зачем они нужны, вот эти надписи на каблуках? В целом, этот каблук, да, пополам разрезанный. Овал неплохой, как и эти два каблука, как и этот классный устойчивый каблук. Здесь, вот, кстати, форма интересная, такая, сквадраченный нос и достаточно активный каблук. Но здесь я хочу сказать, что исполнение, вот эта тряпичная ткань, которая вылезает из каблука, вызывает огорчение. И, ну, потому что она очень быстро выходит из строя, как и вот здесь, вот, обратите внимание, да, потому что эти все вещи нас выдают сразу. Дешевые обувь у нас выдают. Как тут, и как тут, уже еще даже не успели поносить, а уже все облезло. Видите, вот это сразу минус 300 тысяч ваш образ. Или вот, например, пиджак и туфли, ботинки, ботильоны и сумка должны быть очень качественные. Потому что, во-первых, это ваши ноги, вы их пожалеете, пожалуйста. Они должны себя комфортно чувствовать, их не должно ничего стеснять. И они должны, ну, быть украшены красиво. Это как бы как вишенка на торте, ваши туфельки. Так, теперь скажу по поводу леопарда. Меня больше всего напрягает здесь скругленный нос. Вот этот мысик скругленный. И здесь округлость, и здесь округлость. А хочется остроты какой-то, потому что это про дерзость. Это не про милую девочку со скругленными носиками 14 лет. Это про дерзость. Поэтому здесь, конечно, хочется не каблук шпилька, каблук еще ок, а вот острый мыс, да. Если выбирать туфли, то, наверное, против обычной классической шпильки вот такой вот более устойчивый каблучок и интересный такой закос под, ну, не какую-то рюмочку даже небольшую. Очень даже неплохо. И здесь есть все для того, чтобы ваша нога чувствовала себя комфортно. Видите, внутри все подушечки для ваших ножек предусмотрены. Это плюсик. Это хорошо. Они мягенькие реально, хорошие. Стрипы. Как я про стрипы-то забыла? Это же прямо актуальная обувь нынче. Вот такая. Это вот очень модно. Экстравагантно. Не знаю, наверное, это мечта руководителя травмпункта платного. Но в целом это модно, действительно. Но единственное, на что нужно обращать внимание, нужно правильно вот эти вещи, вот эти, вот эти, вот эти правильно комбинировать. То есть, если у вас туфли такие уж прям слегка с налетом пошлости, то все остальное должно быть максимально либо там романтичное, женственное, либо казуальное. Ну вот давайте на фотографиях покажу, как можно стилизовать подобную обувь не вычурно и не слишком вызывающе. Вот так. Красиво же, скажите. Подобные украшательства касаются и туфель, не только лоферов. Туфли тоже с такими вот бабочками. Это кота вырвало как будто на туфлю. Здесь вот, не знаю, то, что обронилось средневековью. Ну там и пыль средневековая тоже затесалась. И давайте еще скажем по цвету два слова. Есть застиранные цвета, они выглядят дешевле, вот видите вот. А есть сочные цвета, и они выглядят дороже. Чуете разницу? Ну здесь как будто припыленный тон. Ну нахрена он нужен? Спрашивается, зачем? Они выглядят потертыми и постеранными, поэтому выбирайте более сочные, насыщенные цвета. Их и легче комбинировать в образах, поверьте. Короче, девчонки, любите себя. Выбирайте актуальные туфельки, пожалуйста. Пусть они будут простые, простой формы, с каким-нибудь интересным, измененным, допустим, красивым каблучком. Но самое главное, чтобы они были удобные. Продолжение следует...